Друзья, сегодня с вами говорим про женское здоровье, продукты, влияющие на женское здоровье. Конечно, это те вещи, которые я сейчас расскажу и, возможно, вы поймете. Если мы говорим о том, как восстановить здоровье, то об этом я кучу роликов снимала, но в этом ролике мы поговорим, как его не растерять. Первое, для женщины супер важно иметь достаточное количество железа. Соответственно, без этого элемента буквально ваши клетки лишены кислорода, который так необходим для здоровья. И здесь мы с вами говорим про красное мясо два раза в неделю, про куриные яйца, куриную печень, гречку, шпинат, иногда чечевицу. Другой момент, следующий в списке цинк. У многих людей есть дефицит цинка и действительно та история, от которой зависит фертильность. Следующее, если мы с вами говорим про омега-3, омега-3 жирные кислоты, еще один очень важный элемент, который необходим просто для густых и сильных волос. Но это даже если вы любите жирную рыбу, оливковое масло, то у вас все равно может возникнуть дефицит этого микроэлемента, причина тому любовь к фастфуду. Если вы периодически что-то такое потребляете, то эта пища пойдет вот таким образом. Про важность витамина D я молчу, тут есть поломки. Еще один замечательный элемент селены, этот микроэлемент просто необходим нашей щитовидной железе. И если этот орган будет работать плохо, то могут развиться различные эндокринные заболевания, а рост волос вообще прекратится. То есть это минимум. Другой момент, в чем виноваты антибиотики. Если мы с вами говорим про антибиотики, то это может влиять на поступление питательных веществ. Включайте ежедневно в рацион обязательно зелень, там есть витамин В9. И без витамина С тоже не обойтись. Я, например, ем прям лимоны. Но это может себе позволить человеку, у которого нет каких-то язв в кишечнике и далеко не все. Но без витамина С плохо работает вообще в принципе гормональная система. Один из самых популярных источников коллагена, это конечно костный бульон. Его готовят путем отваривания куриных, говяжьих или других костей. Я говорила, как его готовить. Но не забывать нужно помимо бульонов, процитрусовые. Потому что они могут повысить уровень коллагена в женском организме. Еще один источник коллагена, это брокколи. Лучше всего есть их в сыром виде или в отварном. Листовая зелень еще может добавляться в салаты, в блюда, в бутерброды. Кто ест бутерброды, я не ем бутерброды. Много цинка в телятине. Авокадо предназначен только для тех, кто может себе их позволить. Потому что не все хорошо вот эту историю усваивают. Дело не только в витаминах, минералах, но дело и в стрессе. Стресс ведет к облысению, ожирению, проблемам с кишечником и другим проблемам. Поэтому если мы с вами говорим про женское здоровье, то здесь минимум стресса, минимум тревоги. И для женщины, кстати, всякие спортивные питания, это худшие гормональные разрушители. Поэтому гормональный сбой нужно начинать лечить со своей тарелки. Я вам назвала цельные продукты, которые влияют. Но плюс есть еще и история усвоения этих веществ. То есть если вы, в принципе, что-то плохо усваиваете, плохо метаболизируете, то это тоже может влиять на вас. Сохранение здоровья начинается с женских продуктов. Продукты богаты микро- и макроэлементами. Фрукты минимум 200, максимум грамм. Нужно больше ягоды есть. Мясо не надо жирное прям. Молочные продукты важны, потому что костная ткань нуждается в этом. И разумно потребляйте чай и кофе. Бесконечное употребление этих напитков повышает давление, приливы и влияет на состояние. Помните о воде, потому что жидкость тоже важна, но не ее избыток. Избыток воды в организме так же нежелателен, как ее и дефицит. Старайтесь просто распределять калорийность равномерно. Завтрак, обед, ужин. Кому нужны перекусы, можете оставить. Но я, например, питаюсь без перекусов. Это индивидуальная история. Плюс могу сказать, что для женского здоровья важно исключить всю химию, фастфуд и всю переработку. Потому что сразу вам не понадобится куча витаминов, которые будут уничтожаться из-за таких шалостей. Будьте здоровы, пишите вопросы. С радостью вам отвечу и дам обратную связь. Спасибо.